Участок гарнисажных печей медленно, но верно приобретает очертания производственного цеха. В бетонных боксах уже обосновались 4 из 6 взрывобезопасных кранов. Как только всё будет готово, начнётся строительство помещений, где своё местожительство обретёт силовое электрическое оборудование. О том, когда появятся сами печи, рассказал менеджер проекта Дмитрий Ахундов. Сами печи, когда полностью закроем тепловой контур, Внутри помещения технологических пролётов сейчас ведутся работы по устройству напольных тележек. То есть делаются фундаменты под рельсы, под троллей и так далее. После того, когда мы установим напольные тележки, у нас будет возможность при помощи смонтированных мостовых кранов грузить оборудование на данные напольные тележки и транспортировать его в боксы. И там уже непосредственно произвести монтаж этих печей. Каким будет дом для гарнисажных печей, решали академики Санкт-Петербурга. Кроме железобетонной защиты, в боксе найдётся место для бронированных ворот и металлических стальных конструкций. Именно на них будут установлены стёкла, которые первые примут удар в случае внештатной ситуации. Взрывная волна, по расчётам специалистов, должна разрушить стеклянную стенку, после чего она попадает в дворик и уходит наверх. Значит, так как над боксом у нас сделана монолитная плита 300 мм, она не разрушается. То есть взрывная волна гасится за счёт того, что она уходит в дворик и выходит через крышу и вскрывает крышу. Пока вместо крыши небо голубое, но это будет длиться не вечно. Кровельное покрытие – только вершина айсберга. Цеховые пролёты надёжно защитят бетонные монолитные плиты толщиной 300 мм. К концу этого года планируется не только остеклить защитные боксы, но и завести внутрь трубы наружных сетей, установить ворота и двери. Прямо перед ними в скором времени взметнётся ввысь водонапорная башня, а на территории завода начнётся возведение административно-хозяйственного корпуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова